происходить дальше но так линии штрафных сейчас попробует реализовать тезе свои броски ну сетов побежали у нападения попробуют сейчас своим соперникам парни ответишь а заряжает 3 вот так вот перехват удается сделать не удалось правда реализовать только его вот тут очень здорово от 81 87 прошу прощения и вот так вот черный ксения у нас составился ну что решили если не штрафных пока свои очки набирать игроки заряжает через руку шаха и много мне кажется бросков на себя решила брать не совсем это правильно вот тут быстрый отрыв аренем зарядил ну и в итоге смотрим раскидывает хорошо мяч на самом деле тезе несмотря на то что парни по факту для сиэтла но рыбецы снова в атаке быстро переправляют мяч вперед и вот так вот решать отече накрывает тем временем отличился и в защите набрал другие перед этим начал защитить что тащил мяч опять-таки сразу же подгружает карламова то номера до 16 на 5 светлу нечем пока ответить абсолютно на атаке т.з. но тем не менее достается там карламова по рукам ну и вот так вот щитков с трехи не попадает подбор снова за т.з. ну и синтаситский denis прошу прощения denis на дуге сорока через центр нет решает уголочек передач скинуть хорошо хорошо двигаются не успевает сиэтл за мячом и здорово подкальцем карламова просто ну никто не может к сожалению составе сиэтла что-то противопоставить ивану он очень здорово этим фол выписан смотрим что придумает у нас сиэтл в этом владении опять пытают через краску загрузить хорошо а за три у него это точно получалось достаточно успешно на забил вот только сейчас тем не менее все очень даже симпатично и пожалуйста не сиэтл что-то попробовать галькевич мечом через центр вырывается никого не чувствует с полом забивает у нас 11 же атака и галькевич на люди штрафных еще и встает переворученка теряет и сразу заброс вперед показывают показывают из-за что очень ну и со средней тоже не летит воробьев попытался тоже не попал против после неплохой бежал получил своевременно забил сверху шахрай снова очень сложные броски придумывает пытается продавить выпрыгивать под большого разом показывают что друзья мои сиэтл мы вам будем забрасывать за шиворот эти в передаче если вы так если вы так и продолжите играть невнимательно но тем временем со средней дистанции редкое попадание криворучка галькевич в этом матче от сиэтла какую-то интригу увидеть тем более что все таки в очень усеченном составе сегодня играет парни показывают что против команд которые не готовы бежать которые не могут внимательно отыгрывать в обороне будут бросать ну и вчетвером в принципе сиэтл уже вернулся на харламу очень высокая передача от щиткова неудобный был но отличный такой водящийся передача от харламова жалко что сразу забить не получилось но сорок хорошо очень подстраховал и в итоге на линию штрафных именно он сейчас и в итоге на линию штрафных именно он сейчас настаёт парни составе тем более что сейчас этот матч прям на таком релаксе конечно получается главное совсем уж не расслабиться бежали но при такой разнице наверное сложно держать оставлять себя концентрировано отыгрывать в обороне сорока опять очень хорошо щитков врывается галькевич побежали вперед джек рэббит и вот так вот щитков другие другие пока не очень не очень стабильно но 5 арламов не попадают перестали мячи закатываться в кольцо т.з. арламов решает с дуги и спуток не шел и сейчас не особо летит парламов там вырезается в стену из игроков сиэтла в итоге щиткова находят вот со средней ну вот и будет для т.з. ну и сиэтл попросил тут шахрая одну атаку отыграть спокойно остается еще много времени все равно решается галькевич как раз таки эти занимался носицкий с мячом сам будет коусту коуст нет галькевича находит под кольцом что ж такое то вы искали вот и сейчас после реверса такого от галькевича тоже в бедушке мяч попробовал но не свалился шейкин через руки слух такое ощущение есть что вот в этом эпизоде т.з. вообще не оборонялись арламов доходит до штрафной с мячом залазить самый-самый угол в итоге попытались шахрая на дугу мяч вернуть арлам перехватывает будет колотить сверху ну не попался это носицкий но мяч к нему уже вернулся щиткова находит под кольцом накрывает тут со спины показывает что там не только по мячу но опять таки эпизод на усмотрение тут все таки наверное судей не столь откровенный момент да да позволяет порасслабленнее стали сейчас отыгрывать в защите позволяют проходом Сиэтла достаточно легко проходить но вот пожалуй щитков покажет что вы то нам забиваете но и мы вам можем в лицевую здорово зашел седьмой ну и хорошо сороку находит не бросает не бросает сорока все время пытается в передачу сыграть с партнерами Винченко только вышел на площадку получается набрать тем более в таком контактном скажем так моменте очередная попытка с дуги не заходит убегает харламов вперед и хорошенько так сказать приложится видимо решил так аккуратные очки набрать ну а здесь вот вот эти ему досталось очень здорово Виктор отыгрывает щитков просто создал сейчас эпизод для своей команды еще осталось только наградить его забив очки еще и быстрый отрыв получится органет нет решает медленную атаку орламов с мячом ну вот сорока решается таки на трех ну и теперь уже не 40 а 41 сразу в плюс для ТЗ Сиэтл ну я не знаю как бы тут дальше какого-то прям определенного движения команды не видим просто от ситуации в итоге в углу находит партнера нет треха сейчас выскакивает просто из кольца вот это так наград смотрим что придумают пока остановили Сиэтл на периметре ТЗ ну вот тут да очень все при том что достаточно невысокая у них ротация может быть стоило бы попробовать побегать на линию штрафных встает я уже не знаю сколько у ТЗ в этом матче энд ванов ну так вот переводят в итоге вишняк там цепляется в борьбе нет забрать мяч вернее сохранить мяч не удалось сейчас для ТЗ хорошо убегает вперед сейчас набирают из-под кольца соперника ну и смотрим сорока он очень раскидался сказал уже александр что ребят я конечно в первой половине практически не бросал но в прошлой четверти два подряд трех очковых еще и там очень близко через руки было руки было а вы по-прежнему ко мне не выходите криворучка тем временем с отклонением сложный бросок опять таки забивает но это вот сейчас зашло ой метр полтора не доходя до трехи галькевич выстреливает просто опять таки супер дальнее супер точно получилось падает второй тоже облизнул пока из двух ноль к сожалению вот и попытки очень сложный опять вариант каждый раз когда я смотрю за атакой Сиэтла все в команде пытаются придумать очень сложные какие-то ой 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 согласен это приятный вопрос да друзья ну я не знаю остается 7 минут еще игрового времени подряд забирали Сиэтл черных в хорошем проходе не забивать не стали и парни из ТЗ мешать но и Щитков как ну да вот Александр Литасов предлагает играть как в первую половину нет не летит к сожалению уже я не знаю сколько бросков ну вот я говорю что у Сиэтла иногда то вообще нет передач то слишком много их становится в одном нападении в итоге приводит от потери хорошо 32 очка уже у него в активе просто полный полный разрыв да ну тем временем ой 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 Вениченко здорово обокрал соперника ну и сам тащит мяч на Галькевича свободная треха от 11 заходит пытается Сиэтл сейчас ответить проходом прям совсем совсем снизу этот выброс там Щитков Галькевича нет две трехи подряд не получилось сейчас у 11 решает супер дальнюю треху дать ну и смотрим ну а кому как ни сороки соточку то разменивать нет не попадает к сожалению передача накрывает эту попытку владение за ТЗ попытается попытается сейчас Джек Рэббит соточку и вот